Тема у меня заявлена несколько романтическая. Мы будем говорить о том, как сотрудник социальных учреждений влюбить некоммерческий сектор на примере нашего курса, потому что я уверена, что у нас получилось это сделать, и я с огромным удовольствием вам об этом расскажу. Я не буду говорить о важности партнерства некоммерческого сектора и государственных учреждений, потому что мы об этом знаем, для нас это очевидно, и мы уже сегодня об этом говорили. Я, скорее всего, буду говорить о внутренней составляющей, о внутренней начинке этого курса, о том, как мы переодели сотрудников социальных учреждений в те самые шкурки некоммерческих организаций, о которых говорила Наталья. Я сразу поставлю первый слайд, на нем итоги нашего курса за два года. Курс, как уже тоже говорили ранее, начался в 2021 году, в 2022 году был второй поток, и вот некоторые цифры за эти два года. Курс, ну, тоже буквально несколько слов о его, так сказать, концептуальном наполнении состоит из учебных занятий, из стажировок в некоммерческих организациях, это то, о чем говорила тоже Наталья Борисовна, и в этом году нововведением стала такая практическая большая сессия, которую мы назвали «Хакатон эффективное партнерство», где мы просто миксовали сотрудников НКО и сотрудников социальных учреждений, но об этом я тоже чуть позже скажу. Если говорить о том, кто у нас учился, да, в целом это сотрудники социальных учреждений и представители департамента труда и социальной защиты. Так как запрос посредственно был о департаменте, соответственно, мы не имели возможности, да, приглашать представителей других государственных структур в наш проект, но на самом деле, возможно, это наша точка роста, и нам хотелось бы, чтобы это тоже происходило. Если говорить о таком социальном, наверное, портрете, то женщин было больше, как и, в принципе, да, наверное, ситуация отражает, ситуация в некоммерческом секторе, где тоже большинство работают женщин. Возраст наших слушателей тоже абсолютно разный, самому молодому участнику 23, самому взрослому 70, и по составу это тоже были и рядовые сотрудники, которые непосредственно взаимодействуют с некоммерческими организациями, и руководители подразделений психомерологических интернатов и геронтологических центров, да, и даже директора учреждений, заместители директоров и директора учреждений. Нам действительно было очень важно, что на протяжении всего курса на равных сотрудники вместе с директорами постигали весь мир некоммерческих организаций одинаково, да. Вот, ну, если поговорить об особенностях нашей целевой аудитории, что мы для себя видели, и сегодня тоже Наталья Борисовна немножко об этом сказала, наши сотрудники и наши слушатели, да, ну, во-первых, у них очень высокая занятость. Выдернуть их на наш 58-часовой курс было достаточно сложно, мы приложили большие усилия, вплоть до адресных переговоров с непосредственными руководителями этих сотрудников. Широкий круг задач, да, потому что и Швец, и Жнец, и на Дуде, Дудец – это все наши слушатели. Как таковой возможности подумать или как-то включиться в тему некоммерческих организаций, так же у наших слушателей не было до того, как они пришли на курс. Кто-то очень фрагментарно сотрудничал с НКО, кто-то совершенно ничего не знал, да, кто-то только устроился на работу, его и вменили, да, ему в обязанности развивать взаимодействие с некоммерческими организациями. И, собственно, а те, у кого такой опыт был, тоже воспринимали НКО в большей степени не как партнера, а как дополнительную нагрузку, либо как источник проблем. У некоторых был негативный опыт, ну и вот мы тоже здесь добавили удаленность от центра Москвы. Представляете, наши участники 7 часов в день тратили на то, чтобы приехать к нам на курс, 3 часа в одну сторону, 3 часа в другую. Это тоже, ну, говорит о высокой какой-то мотивации и желании участников с этой темой познакомиться. Перед тем, как курс набрал обороты, конечно, на первых этапах мы очень много говорили об обидах, благодарностях. Нам интересно было узнать о том, какие преимущества социальные учреждения видят в деятельности, в партнерстве с НКО и какие минусы, да, основанные на их собственном опыте, ну, либо на каких-то мифах, мифах, стереотипах. Вот, и здесь, собственно, представлены артефакты, которые мы вместе с нашими участниками заполняли. И вот как раз здесь очевидно, да, что вот они говорят про дополнительную нагрузку, про необязательность, про порчу имущества, про мошенничество. Очень сильна вот эта такая установка, как касающаяся некоммерческих организаций, про сложность контроля и так далее. Но при этом большинство участников также на первом этапе говорят о важности партнерства с НКО, потому что это и гибкость, это и возможность дополнительных ресурсов, это и методики, и нестандартные подходы, которыми социальные учреждения не обладают, либо не имеют возможности пользоваться. Но это, конечно, огромная помощь и подспорье в повышении качества жизни благополучателя. Нам было интересно собрать эту обратную связь и в дальнейшем с ней работать и в результате курса увидеть, насколько это мнение обменялось. Что касается таких, ну, с гордостью, да, скажу, сильных сторон нашего процесса обучения, и, конечно, мы, запуская наш курс, опирались на некоторые принципы андрогоники, да, обучение взрослых, но, тем не менее, для себя мы определяем, выделили такие моменты в нашем обучении. Во-первых, это такая глубокая исследовательская работа. Мы очень много предлагали нашим слушателям, ну, с одной стороны, потому что невозможно, да, всю информацию о некоммерческом секторе запихнуть в такой достаточно небольшой курс по часам, но при этом нам хотелось, чтобы они самостоятельно исследовали этот прекрасный мир, да, некоммерческих организаций. Высокий приоритет самообучения, то есть у нас были постоянные домашние работы, постоянные, по итогам каждого занятия мы готовили материалы, которыми они могли пользоваться. Очень важно, что на наших занятиях мы использовали невыдуманные истории и реальные инструменты, то есть реальные кейсы из жизни некоммерческих организаций, о которых мы знаем и с которыми мы сталкивались. И чуть позже я тоже приведу несколько примеров. Продолжительность. Одно учебное занятие у нас длилось три часа. В прошлом году это было два часа, но мы поняли, что нам этого недостаточно. Четыре часа – это уже много, чтобы и для сотрудников, и для того, чтобы эффективно, да, не сильно уставая, да, получать информацию, а три часа – это классический тренинг, и для нас это показалось самым оптимальным временем. Конечно же, работа в группах и опора на опыт, даже негативный опыт участников. Мы с ним работали. Вот здесь представлены темы наших учебных занятий. Они, казалось бы, достаточно классические, но нам было важно построить занятия таким образом, и чтобы эти классические и, может быть, да, в какой-то степени даже скучные названия превратились в интересные и вовлекающие занятия с помощью тех форматов, которые мы предлагали. Нам, кажется, нам это удалось, и я сейчас хочу привести несколько конкретных примеров по конкретным темам, как мы с нашими учащимися работали, да. Ну, например, мы проводили деловую игру «Один день из жизни НКО». Абсолютно предметная игра, наполненная кейсами жизни некоммерческих организаций. Мы к этой игре, она продолжалась три часа, привлекали весь наш отдел, сотрудников всего нашего отдела, потому что она была в такой многогранной. Участники работали в группах и решали на протяжении всей игры вызовы, да, и задачи, с которыми каждый день сталкиваются некоммерческие организации. Они касались и управления командой, и привлечения средств, и взаимодействия с благополучателями, с частными жертвителями. Вот, на наш взгляд, нам это удалось. Вот, ну, еще один пример, да, это социальный «Оскар». Тема была, касалась публичности и прозрачности некоммерческого сектора. Здесь вы тоже видите то, о чем говорили наши участники, за что некоммерческие организации ценят во мне. Мы подготовили специальный шаблон, и опять-таки, развив, включив, да, исследовательский интерес наших участников, попросили их проанализировать конкретные некоммерческие организации на предмет их публичности и открытости. То есть, используя материалы, которые есть в открытом доступе, это и социальные сети, и сайты, и отчеты на официальных, без официальных публичных отчетов, наши участники выставляли оценки, и, соответственно, у нас определились, те, кто в этом рейтинге чуть выше, да, по публичности, отчетности, те, кто ниже, опять-таки, с точки зрения наших участников. Я сюда не стала этот слайд показывать для того, чтобы никого не обидеть. Понятно, что это, с одной стороны, может быть, субъективно немного, но, с другой стороны, нам было важно, опять-таки, научить наших участников докапываться до истины, искать информацию, и на основе этого делать выводы о надежности организации и возможности партнерства с ней. На теме по фандрайзингу мы предложили им конкретные инструменты, да, вот здесь мы представились, представила я их и планеты, и пользуясь случаем, и сбер вместе, и мы попросили наших участников даже завести сборы на пользу случаем и посмотреть вообще, прочувствовать на себе, насколько сложно привлекать средства для конкретной организации. И, вы знаете, потом по обратной связи, конечно, наши участники говорили, блин, мы не думали, да, действительно, что это так сложно, и там кому-то 100 пожертвований рублей, кому-то 200. Кроме того, на этом же занятии было очень интересно, и мы провели с Юрием упражнение, ну, даже это не упражнение, а акт такой, когда мягко заставив, в кавычках, конечно, пожертвовать, расстаться, да, с деньгами наших участников и пожертвовать их в пользу конкретных некоммерческих организаций, прямо здесь и сейчас, и наши участники, конечно, приобщились и почувствовали такую причастность к большому доброму делу. Ну, буквально тоже несколько слов об организации волонтерств в социальных учреждениях. На этой теме мы сделали особенный акцент, потому что в учреждениях стоит, да, такая задача, и они понимают о важности волонтеров в учреждениях. Мы провели их через весь цикл организации волонтерства с точки зрения организатора, да, от привлечения волонтера через его подготовку, через участие его в мероприятии и подведение итогов сбора обратной связи, благодарности. Они сказали, что да, это совершенно непросто. И вот переходя к практической части, уже Наталья тоже говорила о том, о важности вот этого совместной какой-то практической деятельности. 18 некоммерческих организаций от самых известных до небольших камерных стали нашими партнерами в этом проекте на протяжении двух лет, и нам было очень важно, что наши участники приходят в эти некоммерческие организации и не только, да, знакомятся с деятельностью, с офисом, с сотрудниками, с руководителем, но еще и принимают участие в конкретных инклюзивных мастер-классах с благополучателями. Вот вы здесь тоже на фотографиях это можете видеть. Вот, ну и финалом нашего курса любимого, да, стал хакатон «Эффективное партнерство», который состоял также из нескольких частей, это и встреча с руководителем НКО Еленой Береговой, это благотворитель фонда «Образ жизни», и большая практическая сессия с представителями некоммерческих организаций, где они вместе, да, высказывая друг другу благодарности, какие-то обиды, работали над практическими рекомендациями по повышению и развитию партнерства друг с другом, и сейчас они в доработке, ну и, соответственно, финалом стало торжественное вручение, удостоверение о повышении квалификации. Ну и все-таки, да, если возвращаясь к теме любви, влюбленности, да, взаимного притяжения, что нам позволило понять, что действительно наши сотрудники влюбились в НКО и в наш курс, и в этом есть, да, определенная наша заслуга, ну, во-первых, это желание приходить. Была очень высокая посещаемость на каждом занятии, 85% стабильно, даже 3,5 часа проехав, выходя из дома в 5 утра, были на наших занятиях вовремя к 9 утра. Это удовольствие от процесса, который они получали. Ну, чтобы это определить, мы видели, да, как они улыбались, как все проходило легко, как, не знаю, глаза в глаза контакт. Тут можно много признаков каких-то еще определить. Взаимодействие с другими участниками, активное участие, вообще возникновение или развитие интереса к этой теме, конструктивная обратная связь, которую мы получили. Вот тоже здесь можно увидеть несколько отзывов о нашем курсе, вот. Ну и, наверное, уже вот Юрий меня подпоказывает, что пора закругляться про курс, хотя я могу говорить о нем очень-очень долго. Я уверена, что продолжение следует. Наши участники просят, знаете, такой продвинутый курс уже для прошедших первую ступень. Для нас это тоже будет очень интересно. Если вас заинтересует наш курс, пожалуйста, не стесняйтесь связываться с нами. Мы с удовольствием вам расскажем о нем подробнее. Кроме того, я сейчас тоже в чат могу скинуть такой небольшой ролик о нашем курсе. И тоже еще небольшое видео у нас есть о том, как мы представляли наш курс на фестивале лучших социальных практик в Институте дополнительного образования. Кстати, наш курс стал одной из лучших социальных практик Москвы. Вот, все, я умолкаю. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, мне удалось донести вам такую любовь, тепло и то, которое мы стараемся передать нашим слушателям по отношению к коммерческим организациям. Спасибо.